друзья всем привет начиная очередной свой путь на очередную тренировочку поехал я воркласс заниматься кроссфайтом кроссфитом по мешочкам постучать привет всем привет друзья вот и по дороге запишу для вас вот этот подкастик из серии подкасты за рулем для меня эта тема очень важная на самом деле прямо чрезвычайно важно почему потому что несмотря на то что многие считают что я такой ненавистник там типа каратэ то щепенец который всю жизнь почему-то занимается фудокан каратэ то есть традиционным каратэ фудокан и шутокан чемпион в прошлом в этих видах почему-то я топлю там будет против вот на самом деле друзья мои я не против вот я хочу сказать что я обожаю каратэ и буду заниматься им и дальше вопрос в другом что не нравится мне в той ситуации которая есть сейчас мне не нравится несколько вещей с некоторыми из них согласны все ну очень многие это каратэки которые не за ней не функционеры а именно каратэки им не нравится то что каратэ очень много пошло по спортивному направлению и в том плане что они стала организацией такой которая номенклатурная то есть это способ бабла пиление денег и так далее с этим согласны многие говорят это это плохо другие так второй момент который мне не нравится это мне не нравится очень многие сами каратэки ну уж извините это я конечно виноват сам вся проблема в том кому это не нравится они в том кто с мне нравится но я поясню ситуацию не нравится мне то что абсолютное большинство каратэк они особенно которые добились какого-то результата поясов разрядов и так далее это вообще характерно для самых разных видов деятельности считают что вот не надо ничего менять то есть они все знают все то есть они становятся не восприимчивы ни к чему вообще то есть задача для них больше заключается не в том чтобы достичь чего-то нового а как удержать те достижения которые уже есть вот такой вот кризис среднего возраста который характерен кризис среднего и старческого нет кризис среднего возраста каратэ старческой час отдельно поговорим вот когда как и у мужчин и у женщин кризис среднего возраста заключается в том что мечты уже либо либо реализованы, либо нет, но мы находимся там, где есть, и больше уже думаем о том, чтобы не завоевать какие-то новые позиции, а удержать старые. Вот. И вот про старческое, про старый возраст, те, кто занимается каратэ, я такого не скажу. Там люди уже настолько, ну, кто доживает до этого возраста, серьезно занимаясь, настолько продвинуты, что они становятся наоборот восприимчивы. Как говорят, что старики те же самые дети, но не в том плане, что они дурачками, как дети, становятся там и глупенькими, нет. Они становятся более восприимчивы. Почему и собственно говоря, даже те ортодоксы, которые сейчас есть, они легко смотрят на новые направления, на новые стили. именно по этой причине. То есть, вот, например, тот же там, Хигаона, который является ну, патриархом со стиля Годжирю, он вполне восприимчив, когда видит что-то новое. Новые методики, новые что-то. А его ученики, они нет. Не способны. Ну и третий момент. Это то, что никто, вернее, кто-то, но очень мало из тех, кто действительно должен этим заниматься, занимаются тем, что задумываются хотя бы в направлении том, а как сделать караты лучше. Дело в том, что разговор идет лишь о том, что старые мастера, они все умели, все понимали, все знали. И вот достичь уровня этих апологетов, причем уровня мифического, который там уже легендарным стал, там очень много домыслов, вот и является тем, чем, собственно, нужно заниматься. Это неправильный подход. Однозначно совершенно. То есть, вот это штука, на которую спорить, в общем-то, совершенно бесполезно. Во всем, во всех отраслях деятельности человека есть прогресс. Все идет по спирали. Бывают откаты, бывают снова накаты. Тем не менее, по спирали все движется и прогрессирует. На новом завитке все выше, выше и выше. А вот, когда разговор идет о том, что надо вернуться к тому, что было, это говорит о том, что спираль пытается подняться выше, а те, кто должны этим заниматься, они пытаются отбросить всеми силами назад. Имея достаточно большое количество в этом авторитета, у них это, в общем-то, неплохо получается. В связи с чем мы видим постоянную деградацию относительно течения времени самого каратэ. Так вот, как спасти каратэ, как сделать его лучше, как вообще, вот задумайтесь, задайте себе вопрос, какие способы вы могли бы предложить для того, чтобы каратэ стало лучше, чем оно есть сейчас. Я имею в виду не спорт, а вот именно боевое искусство. Или чем оно было раньше. Вот предложим, было какое-то каратэ, там, окинава, 19-18 век, 20-е начало. Как сделать современное, в современном мире каратэ лучше, чем оно было тогда? Задумайтесь. Предложите свои варианты вот под моим подкастом и под статьей, которая потом из этого подкаста будет, или на видео под YouTube, под видео на YouTube, которые я вот это видео выложу тоже туда, на канале Live Channel Shilov. Вот. Подумайте, что вы предложите? У меня для этого решения уже давным-давно созрели, на самом деле. Я могу с вами поделиться, но я уже делился этим не раз, и не два, и не 22, а миллион. Именно поэтому мне и говорят все, что я топлю за ММА, например. Да нет, друзья, не за ММА я топлю. Я топлю за те подходы, которые там есть. Самое главное. Какие подходы? Это не консервация в анафтолине. Вот это главный подход. То есть нужно всегда рассматривать что-то на стыке и внедрять то, что способно внести улучшения. Какие могут быть улучшения в карате? За счет чего? За счет увеличения скорости, за счет увеличения арсенала, за счет увеличения каких-то тактик и технических характеристик, приемов, стратегии, более подходящие для современного мира и так далее. Вот. Вот с помощью чего? С помощью чего? То есть по каким направлениям могут идти к улучшению. Физические кондиции бойца, спортивный долголетие называется, ну, это хороший термин, но, можно сказать, не спортивное долголетие, а хорошее активное долголетие с возможностью использовать весь арсенал на полной скорости и силе всего карате до очень преклонных лет и так далее. Вот. По этим направлениям. Что может дать развитие по данным направлениям. по последнему, то, что связано непосредственно с долголетием, с какими-то техническими, тактико-техническими моментами, скоростными моментами. На этот вопрос отвечает, прежде всего, наука. Спортивная медицина, медицина, вот она как раз этим занимается. Спортивная физиология. Почему спортивная? Ну, потому что, когда мы говорим о спорте, мы говорим о движении, о динамике. Поэтому здесь это все сочетается. Хотя можно просто говорить о медицине, о физиологии и так далее. Ну, просто медицина это более широкий спектр понятий. Туда входит и там онкология, и всякая прочая вещь. Какие-нибудь там воспалительные вещи, которые напрямую никак с боевыми, значит, искусствами не связаны. А вот такие вещи, как спортивная медицина, это профилактика спортивного травматизма, там, укрепление каких-то сегментов тела для того, чтобы они от нагрузок характерных для тех, кто занимается боевыми искусствами и наборствами не изнашивался, то есть организм быстрее. Вот. Это да. и то же самое касается физиологии. Физиология многие вещи рассматривает, те, которые с боевыми искусствами не связаны никак. Поэтому мы более селективно говорим о спортивной физиологии, о спортивной медицине и так далее. Вот это то, что надо. А второе это следование изменяющимся трендам социальным и тем условиям, в которых современные боевые искусства могут применяться как искусства боевые, именно вот, как искусства боевые, то есть искусство боя, но в современных реалиях. Так вот, особенности заключаются в том, что никто сейчас не ходит с длинным клинковым оружием, меч или копье. Если есть, то это короткоствол травматический, может быть, нож, кастет и так далее. Вот эти аспекты должны, видимо, присутствовать. Хотя про противодействие оружию такому, как нож, я выпускал предыдущий подкаст, можно посмотреть. А так это в основном что? Мы видим огромный тренд развития смешанных боевых искусств, а также, ну, какой можно там отнести кудо, различные виды борьбы, грэплинг, самбо и так далее. Так вот, каратэ, если хочет наравне конкурировать с этими видами, оно должно прекрасно понимать и технический арсенал, и возможности данных видов единоборств. Потому что, понимаете, каратэ, изначально было придумано как боевое искусство, способное противостоять противнику без оружия, да, ну, прежде всего. То есть, это бой голыми руками. Так вот, никогда каратэка в старые времена не задумывался о том, что он будет противостоять только каратэке или еще кому-то вообще. То есть, ну, для него противник, которому он планировал противостоять, это был абсолютно любой. Так вот, в современном мире очень много боксеров, бойцов ММА и прочих. Вот каратэка должен уметь им противостоять. И не обманывать себя в том, что он, типа, это может. А реально понимать, что, например, стоит оказаться по любой причине, причин может быть миллион, в той ситуации, когда каратэка находится не на ногах, а сидя, лежа или как-то еще. И он попадет в ситуацию, где не может реализовать ключевые компетенции своего вида, потому что там развитие силы берется с ног прежде всего. Ну, ты стойкий. И он становится уязвимым очень. Поэтому надо брать арсенал какой-то дополнительный, его понимать, уметь ему противостоять. То есть, арсеналу других боевых искусств. Просто другие боевые искусства очень сильно развились с тех пор. Понимаете? И поэтому если каратэ хочет реально иметь возможности противостоять любым другим видам боевых искусств, то нужно пересмотреть те подходы в методике тренировки, в технике, в арсенале, которые произошли за последние сто лет. А я бы сказал даже за последние лет, наверное, пятьдесят. Вот так вот, если наиболее точно быть. Что-то добавить. Что-то выкинуть за ненужностью. Выкидывать, торопиться не надо. Выкинуть никогда не поздно. Можно сохранить в качестве традиции, в качестве еще чего-то. А вот добавить новое нужно. И именно в этом и заключается эволюция любого боевого искусства. Если мы посмотрим весь путь развития каратэ до того времени, когда были созданы те стили, которые сейчас считаются традиционными, такие как шотокан, годжурю, шитарю, ну и такие стили, которые считаются уже более там ортодоксальными, всякие уэчирю, рю-рю, там вот такие направления, такие старые-старые, древние вообще. вот, то даже вот если посмотрите, как к этому пути шли, к этому пути пришли с помощью добавления к старым, еще более старым стилям пришедшим из Китая и каким-то еще новой какой-то технике и убирание из нее тоже какой-то техники, которая считалась как бы ненужной. Понимаете, сколько много говорится о том, что многие техники пришли из китайского Ушу. Так вот, в китайском Ушу, конечно, техника очень богатая и разнообразная. Если карате произошло из китайского Ушу, то мы смотрим, что карате развиваясь и эволюционируя, обеднила технику китайского Ушу и модифицировала ее на пользу тем реалиям, которые были тогда. А сейчас, соответственно, другие реалии и тоже нужно модифицировать. Что-то нужно убирать, а что-то нужно добавлять. Вот о чем я и веду речь постоянно. Кто-то говорит о том, что, значит, я топлю за ММА. Нет. ММА я рассматриваю сейчас прежде всего как самое быстро развивающееся боевое искусство, которое ловко и умело занимается интеграцией всех остальных видов боевых искусств под своим крылом, что называется. Вот этого у них не отнять. очень часто поэтому мы видим людей, которые просто берут опытом, но плохой подготовкой. Они там нахватают по верхам, там нахватают по верхам. Но это вовсе не значит, что вот это вот такое вот ММА. Есть и методисты, которые четко структурируют технику. Они берут одну технику из карате и не меняют ее, а лишь адаптируют для ведения боя. Вот, например, совсем иначе, чем в Треквандо нужно бить ногами, предположим, какой-нибудь удар, ну, я буду говорить по-японски Маваши Гери, потому что мне так удобнее, я сам каратэ занимаюсь. Чем это делается в Треквандо? Вот, в ММА по-другому надо бить. Почему? Потому что есть нюансы, проходы в ноги там и так далее. То есть, сразу противник ломануть может на низкий уровень очень, на любое движение ногой, потому что Треквандо преимущественно все-таки бьют по верхам. И вообще отсутствуют удары по ногам, такие как лоу-кик. Может, в каком-то Треквандо, в ортодоксальном, если так можно назвать, хотя стиль-то новый, это и есть, но в соревновательном аспекте, а люди занимаются в основном соревновательным аспектом, а значит, нарабатывают себе именно такой навык прежде всего, и ударов нет. Поэтому при всей великолепии ударов ногами в айкидо и при всей классности методик тренировки ударов ногами, которые можно взять из айкидо, нужно нести коррективы, если придется биться с противником, который бьет те же самые лоу-кики. Или умеет входить в ноги на высокие удары ногами. хорошо подсечки делает. Понимаете, да? Вот в этом и суть заключается. В карате как бы это все есть, как бы, но где оно все это тренируется и нарабатывается? Нужно, понимаете, оно и появилось в свое время, вот все там ортодоксы, рационщики говорят, в карате есть весь необходимый арсенал для того, чтобы противостоять любому виду боевых искусств. Он есть, теоретически. Теоретически есть, а практически нет. Вроде в карате есть и броски, и даже какие-то элементы партера, если не борьбы, то добивание, воздействие. Но кто это тренирует? Вот даже давайте рассмотрим ортодоксов. Вот покажите мне хоть один семинар мастера карате какого-нибудь, который показывает, как выйти из положения, когда вы оказались под противником внизу, а он на вас сверху. Ну, практически партер. Нету такого положения. Обычно всегда смотрится, что мы противника бросили, его добиваем. Что за гордыня такая? Почему вы считаете, что вы не попадете в такую ситуацию? А кто в нее попадет? Это вот тупое рассуждение, например, тех же самых девушек, которые вызывающе одеваются, предположим. И, конечно, это проблема общества, что девушка, одевшаяся так, вызывает к себе интерес социальных элементов. Но те, кто пострадал, они всегда считают, что это должно произойти с кем-то, но не с ними. Когда там идет через темный парк одна, она считает, что это с кем-то происходит, но только не с ней, условно говоря. То же самое с водителями, которые рискуют не основанно на дороге. Они считают, что они мастера вождения такие, что с кем-то происходят проблемы, но не с ними. Понимаете, рано или поздно эти проблемы происходят обязательно. Если, предположим, этот мотоциклист гоняет по трассе со скоростью 200 с лишним километров в час и не разбился за ближайшие два года, он гарантированно разобьется через три или четыре года, если продолжит делать то же самое. Понимаете, гонщики профессиональные, катающиеся по треку, разбиваются. Там все у них есть для того, чтобы этого не произошло. А что же произойдет с тем, кто просто по кольцевой, по московской, среди машин фигачит? Обязательно. Среди моих знакомых нет ни одного, который не падал, мотоциклисты, кто гоняет вот так вот. Ни одного, а некоторые поубивались. Понимаете, это неизбежно. Хотя каждый из них считал, что он-то вот точно с ним это не произойдет. Вот тоже самое и караты, которые считают, что только они будут бить, что только они бросают, что только они сумеют сделать так, что борец не сможет пройти в ноги. Они сумеют сделать так, что к ним не подойдут на ту дистанцию, с которой им будет неудобно работать. Только надо просто больше заниматься. А кто же тогда проигрывать будет? Понимаете, если каждый настроен выигрывать так, вот выходят два каратэки, которые уверены в этом, что кто из них проиграет. Никто, что ли, не проиграет. Кто-то из них проиграет, значит, кто-то из них заблуждается. Понимаете? И так и во всем происходит. Не надо считать, что если вы тренируете технику на длинной дистанции, и вы ее легко держите, то не найдется тот, кто в эту дистанцию не сократит. Понимаете? Да, вы будете преимущественно стараться держать свою дистанцию, но вы должны уметь и противодействовать тому, если вдруг эта дистанция будет сокращена. Рядом реалии. Это может быть объективная причина, субъективная, что-то еще. Но предположим, ведя бой, вам повредили ногу, нанесли там удар, и вы уже не настолько подвижны стали. Вы же допускаете такую вероятность, что вам по ноге попасть могут? Или даже такой не допускаете? И тогда противнику гораздо легче сократить дистанцию до вас будет. Особенно, если этих противников два, например. И все, и вам придется работать на другой дистанции уже совсем. Это может быть ограничение, вызванное какими-то пространственными характеристиками. Например, стены там, не знаю, еще что-то. Узкая улочка, машины кругом, на парковке это. Да что угодно, забор там, вот. Уметь, если вы хотите боевое искусство сохранить, его надо адаптировать в соответствии с теми реалиями, которые есть. И каратэ при этом не пострадает, его можно абсолютно сохранить. Сохранить его канву, стезиозно, ну и все, просто его нужно дополнять, что-то убирать, и все. Да, может быть оно немного будет не похоже на то каратэ, которое делали деды, которым вот жили сто лет назад. Ну и что? Так и они в свое время делали то каратэ, которое было совсем не похоже, которое делали их деды. Ну да, они по этому поводу не парились, понимаете, потому что для них было важно боевое искусство. А для современных ортодоксов почему-то не искусство боевое важно как таковое, а сохранение наследия и традиций столетней давности. Не подменяйте одно понятие другим. Мы сохраняем боевое искусство или мы сохраняем традиции? Понимаете? Задумайтесь об этом. Мне очень интересны будут ваши ответы на вопросы. Вот так вот. Пока.